Сегодня нас не очень много, потому что погода некоторых напугала. Но я вам благодарю Бога за тех, которые сдалека приехали, не спугавшие. Слава Богу, я приехал. Ну, перейдем к слову. Это первая Коринфянам 6.2. Вы знаете, Павел обратился к Коринфянам 6.2. И сказал, разве не знаете? Что святые будут судить мир. Если же вами будет судить мир, то неужели вы не достойны судить маловажные дела? Знаете, мне иногда хочется сказать и к сожалению, и к стыду нашему. Но среди народа Божьего тоже бывают суды. Но есть вопросы, возникают тяжбы. Недовольства одного другим. И приходится это все разрешать. И хочется разрешать это в правде Божьей. Чтобы мирным путем все было разрешено. Всегда это было. И во времена Моисея. И во времена Хостолов. Люди есть люди. И недовольство всегда возникает. И недопонимание всегда присутствует. И Павел, обращаясь к Коринфской Церкви, упрекнул их. Что вот эти все недопонимания. Все эти спорные вопросы они вынесли за пределы Церкви. И пошли судиться у тех, которые правды не знают. Разве вы не знаете, да, что святые будут судить мир? Разве вы не знаете, что нам нужно будет судить мир? И даже ангелов. Даже падших ангелов мы будем судить. И если нам это суждено, так как мы должны знать правду? Как мы должны быть укоренены в правде? Чтобы Господь доверял нам судить. Ну, вы знаете, что в большинстве своем судить приходится пока что пастору или же старшим братьям и сестрам. И часть этого служения можно назвать судейской. И приходится разбирать эти правды человеческие, ведь каждый выходит со своей правдой. Которые могут такими и не являться. И приходится разбирать эти дела, которые совершены по плоти. Поймите, что всегда, когда есть недовольство и суды, всегда есть дела плотские. Самое интересное, что духовные люди не судятся. Они покрываются любовью. Они все понимают, уступают. Предпочитают быть обиженными и униженными, чем обижать и унижаться. Так что, когда проявляются вот эти суда, это уже проявляется плот. Попойм. И приходится вот это разбирательство приносить под правду Божию. И сопоставлять. И разделять поступки. На горстолюбивые, похотливые, горделивые. Своенравные, себялюбивые, завязливые, льстивые. Бездумные. И такой перечень может быть очень длинный. И как говорил Павел, и то уже весьма унизительно для вас. Это 1 Коринфян 6, 7, 8. Что вы имеете тяжбу между собой. Это уже очень унизительно, если иметь тяжбу между собой. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете? И притом отнимаете и притом у братьев. Вот как обличила у кого-то церковь. И это весьма унизительно, что такое. Плюсы где братьев и здесь дело происходят. Каждый боится быть обижен, унижен. Никто не желает сносить немощь к ближнему. И все эти маловажные дела приходится разбирать, чтобы совершить, сокровить мир. Вы, наверное, если будете очень честны сейчас, пред Господа. То узнаете из себя. Вы это раз. Вы приходите с собственной правдой. На братьев и сестер. С собственной правдой. Но правда ли это? Не может же быть две правды. Ведь каждый приходит с собственной правдой. Значит, никто не ищет Божьего. А со своей правдой очень считается. Но это, если у тебя уже есть вот такое мнение, уже не участвует любовь. Братской любви там уже не видно, если ты обижаешься или обижаешь. Но когда мы прикладываем ко всему этому правду Божью, мы видим несоответствие. Наших правд и правды Божьей несоответствие. И я вам скажу, что не только пастыра судят. И очень часто братья и сестры друг по другу приходят, чтобы посудить других братьев и сестров. Но если приходят с судами на ближних. И что делают те, к кому приходят с судами? Начинают осуждать. Начинают принимать участие в этих судах. И нередко это бывают суды неправедные. Потому что не всем дано судить по правде Божьей. И не все ее знают. Часто человек склоняется на чьим-то правду по сердцу своему, по душе, своей породственным отношениям. И тогда происходит неправда. И вот вместо того, чтобы погасить этот огонь неправды, он разгорается. Супление распространение обид. Но судить судом Божьим могут те, кто знают правду Бога. Только те, кто живут в этих судах. Судить Богу Божью это значит иметь страну Божьей и жить в этих судах. То есть познают эти суды Бога. А поиски Своего и Своей правды никогда не соответствовали Божьей правде. И вы знаете, как на любом суде, когда рассматривается какое-то дело относительно государственного закона то выносится соответственный вердикт. И так же и тут. выносится какой-то соответственный вердикт относительно правды Божьей. И вы думаете, всегда это бывает принято? В основном человек, который уже пришел со своей правдой активится этому и начинает говорить нет. Пусть Бог будет судьей. Пусть правильно судить. То есть хочет перейти к Верховному суду. Но когда человек к Верховному суде обращается, не зная правды Божьей, происходит трагичное для него. Может случиться так, что Бог придет Своими судами. Но что тогда превращается? Мы с вами знаем такие случаи еще, когда Моисей, он был тоже судья. Мы приходилось судить народ и очень много. И его суды тоже не хотел народ слышать. Потому что не всех устраивается праведность Божья. И чем это кончалось, мы с вами знаем, очень печально. Я вам примеры некоторые приведу. Но мне хочется сказать, очень многие в народе говорят, вот в Луке написано, 6.37, не судите. И не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте и прощены будете, поэтому не судите. Тогда Павел противоречит сам себе. В одном месте он говорит, что мы должны судить. В другом месте он говорит, не судите. Не может быть противоречия. У Духа Божьего не бывает противоречия. Но Ильич идет о том, что бездуховный человек по плоти судить не должен. И если нет Божьего знания, вот этого Духа Божьего суда, лучше не судите, потому что будете судимы. Вот посмотрим, вернувшись к Моисею. Когда человек думает и берет на себя сам, вот это Я могу судить. Что происходит? Для того, чтобы поставить Моисея и Аарона, Бог их помазал. Согласитесь? Но Ильич был пастором народа Божьего. И у него было очень великое помазание. И Аарон был священником, был помазан. Но вот пришли к нему кто? Те, сказано, именитые. И именитые те, которые считались во главе народа Божьего. Но только во главе своих коллег. Это еще не помазание. Именитость, это еще не помазание. Многие считают себя великими, знатными, считают, что с ними надо считаться, потому что они имеют образование какое-то определенное. Но это все не помазание. Понимаете, те, которые помазанники Божьи, они ходят в страхе, в трепеди и не в гордости, а в скротости. Но посмотрите, как восстали Карей с его компанией. Числа 16.1.3 Карей, сын Изгара, сын Каафов, сын Левин, и Дарван, и Аверон, сын Елява, и Авнан, сын Фалева, сын Рувимов. Вы же знаете, это первые колено, как бы первенцы, у них уже была гордость. Восстали на Моисея, и с ними и сынов Израилев 250 уже начальники. Это не простые начальники общества. Да, лидеры, призванные на собрание. Они были призываемые на собрание. Они считали, что имеют право судить. Сказано, люди именитые. И собрались против Моисея и Аарона и сказали им. Полно вам. Все общество, все святые. И среди них Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господь? У них был повод к гордости, правда? Они вознесли себя. Но они не были помазаны. Они правды Божьей не знали. Посмотрите. Правда, которой учили Моисея и Аарон, имени была познана. Это и вызвало в них возмущение, что они не могли понять правду Божью. Как судили Моисея и Аарон? У них вызывало возмущение. Их возмущение дало право им так разговаривать. И они сказали как хитро. Все Господни. Все. Не только мы. Все. И когда они так сказали, Моисея говорит, хорошо. Пойдем к верховному судье. Когда человек превышает свои права и начинает посягать на помазание, что говорится? Пойдемте к верховному судье. Число 16, 12, 14. И послал Моисей позвать Дафана и Аберона, сынов Елиава. Но они сказали, не пойдем. Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед? Чтобы погубить нас в пустыню. И ты еще хочешь властвовать над нами? Привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед? Дал ли нам во владение поля и виноградники? И глаза людей сих ты хочешь ослепить? Не пойдем. Это их правда. Это их правда. Посмотрите, глазами плоти. Они сказали правду. Глазами плоти они сказали правду. Но это глаза плоти. Есть Божья правда. Которую могут видеть только те, кому Бог открыл глаза. Не напрасно сказано, духовный может судить обо всем, а его никто не может судить. Они были имениты и решили, что это и есть духовность. Они должны были судить, раз они имениты, призванные на собрание. И они должны были предстать пред Ветховным судом. Сказал Моисий, хорошо, со своей правдой приходите пред Бога, вы и я. Число 16, 16-18. И сказал Моисий Корею, завтра ты и все общество твое будьте при лицом Господа. Ты, они и Ару. И Моисий сказал, что сегодня вы и все общество твое будьте присутствием перед Ветховным судом. Вы и они, а также Ару. И возьмите каждый свою кодильницу. И положите в них курение. И принесите пред лицо Господне каждой свою кодильницу. Двести пятьдесят кодильниц. Ты и Ару. И взял каждый свою кодильницу, и положили в них огня, и всыпали в них курение, и стали при входе вскинил собратья. Так же и Моисей и Ару. То есть все предстали с правдой своей. И Моисей, и Ару. Вы знаете, что огонь сошел. И пошел и их, и кодильницы. А Моисей и Ару стояли со своими кодильницами целыми. Потому что они ходили пред Господом. И как видела плоть, это не была правда. Правда, она в Духе Божьем. И, к сожалению, не все умеют судить правдой Божьей. В человеческой душе, в человеческой плоти правда не живет. Даже если человек хочет судить своей мудростью, правды там нет. Очень часто правда Божья выглядит как безумие в человеческих глазах. Вот как они увидели, ну куда ты нас вывел? В пустыню? Где и откуда? Где молоко и лед? Значит, ты, получается, нас обманул? Ты надо нас привел? Это правда человеческая. И все-таки все должно судиться. Не человеческая правда. У народа Божьего это недопустимо. Но народ, который бушевал и накапливал недовольство на Моисея, это не произошло за один момент. Все время они накапливали. Это просто вылилось в один момент. Человек, который думает, что он имеет право, он всегда говорит полно вам. Все святы. Вы ставите себя выше, правда Господь. Это всегда выкрикивает гордость. Тот же, кого поставляет Бог судить, очень низко опускает голову. Потому что там всегда присутствует страх. Вы знаете, когда ты познаешь суды Божьи, тебе страшно из-за себя, из-за того парня. Даже когда восстают против тебя, тебе страшно за него. Потому что ты знаешь суды Божьи, насколько они страшны. Только Дух Святой судит праведно. Только Дух Святой судит через тех, которых помазал на это. Когда Моисею стало очень тяжело, народу было очень много, он тогда должен был заниматься только судами. Бог не сказал ему, пойди именитых позови. И пусть именитые судят. Нет. Он интересно сказал. Давайте прочитаем. Числа 11 глава 16-17. И сказал Господь Моисей, Собери мне 70 мужей и старейшин Израиля, которых ты знаешь. Кого Моисей не знал? Ну, подумайте сами. И старейший, мог Моисей кого-нибудь не знать? Здесь сказано, кого ты знал? Как знает? Как справедливых? Как честных? Как смиренных? Как послушных? Как нищущих своего? Кого ты знаешь? Что они старейшими надирателем Его. А Иисус, хочется сказать. И возьми, скини собрание, чтобы они стали там с тобою. Я сойду и буду говорить там с тобою. И что еще сказал он интересно? И возьму от Духа, который на тебе. И возложу на них. Чтобы они несли с тобою бремя народа, а родим ты носил. Как те говорили полно тебе. Все мы святы. А Бог говорит, от тебя возьму Духа и на них возложу. Как страшно. Рассуждать ты правильно. Мудрость. Она кратка и смирная. Это истина. Вот посмотрите на Соломона. О нем говорится, что он был мудрым с малолетства. Он был разумен от начала. И в чем это разум проявился? Когда ему была дана власть, его разум уберег его. Он не подумал и не сказал. Я разумен. Я разумаю мудрости. Я буду судить народ Божий. Вот этот разум ему и сказал. Это так страшно. Это так опасно. Лучше вымаливай у Бога. Помазание судить. Ничего другого. Судить. Заметите, за чего он просил. Третье царство 3.9.12. Я позволю себе только прочитать, а вы прочитайте там по-моему. Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло. Вот это можешь прочитать. Вы слышите? Ему было недостаточно его разума. Его разум подвел его к тому. Чтобы просить у Бога. Тое помазание, которое различит добро от зла. То есть вас не знает, что добро, что зло. Что он не знает, что добро и что зло. Что, он не знал? Он не знал, что такое доброе? Да и Григорий скажет. Нет, это не так. Мы очень много раз не знаем, что доброе, что зло. Те, которые сталкиваются с судами, они могут сказать, не знаю. Что в этом случае доброе, что зло? Я не знаю. Только Бог знает. Он все видит. И то, что попросил Соломон, он попросил разумное сердце. Ни разум, разумное сердце. Т.е. Дух, разумение, что является в данном случае, добро и зло. Его знали мысли суды, и сегодня употребляют. Говорят, как Соломон судил двух, тех двух женщин. Давайте так будем судить, как Соломон сегодня говорят. А его великих суда. И потому, что это суды были божьи. И если вы прочитаете дальше, что Бог так оценил его просьбу, он говорит за то, что ты попросил это. Все остальное получишь. Но тебе все самое красивое. Тем более народ Божий. Как он говорит, народ Божий. Не этот народ в этом мире, народ Божий. Это как царство Божье я буду судить. Вы понимаете? Как страшно судить царство Божье. Вы наполняетесь травм от моих слов? Или нет? Царство Божье судить. Это же судить братьев и сестер. Вы понимаете? Это страшно. Если не имеете такого разумения, лучше не судите, чтобы судимый не был. И так я вам покажу теперь еще дальше. Очень интересное место. Мы с вами прочитаем Левиты 19.35-37. Насколько суд Божий тяжек для тех, кто неправильно осудит. Не делайте неправды в суде, в мере, в весе и в измерении. Слышите? Не делайте неправды в суде, в мере, в весе и в измерении. Да будут у вас весы верные, гирь верные, ефа верная и гинь верный. Почему? Потому что Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли Египетса. Соблюдайте все уставы Мои и все законы Мои, исполняйте их. Я Господь. Бритчи 20.10. Не одинаковые весы, не одинаковая мера, то и другое мерзость пред Господом. Как вы думаете, когда говорится о весах, о мерах, Бог о чем, о картошке беспокоится? Конечно нет. Но больше всего не материальное, а моральное состояние души беспокоило. Если в человеке не живет правда Божья, если нет стержи обознания Духа закона Божьего, Человек тогда становится гибким. Зависимость от надобности. В сердце такого человека есть две меры. Большая и маленькая. Одной он мерит соседа. Другой мерой мерит себя. Вы знаете, Второзаконие 25.13.16 говорится. В кисе твоей не должно быть двоякие гири, большие и меньшие. В доме твоем, где ты умеешь среди ближних своих говорить неправильно. Не должна быть двоякая ефа. Большая и маленькая. Мы такие хорошие, все вокруг плохие. Гиря у тебя должна быть точная и правильная. И ефа у тебя должна быть точная и правильная. Как меряешь себя, так и соседа. Чтобы продлились дни твои на земле. Вот посмотрите, как страшно. Которую Господь Бог твой дает тебе. Ибо мерзок пред Господом Богом твой всякий, делающий неправду. Человеку, к сожалению, свойственно одной гири мерить свои воли и потери. А то есть чужие. Это называется неправда. Такие суды мерзкие пред Господа. Тот, кто не познал Дух Закона Божьего, не имеет страха. Его нет справедливых судов. Но Закон Божий, он свят. Он не подкупен и преступен. Он страшен. Давая Закон, Бог сказал, не подделывать, если. Ни меры. Ни гири. Нельзя Закон подстраивать под себя. Нельзя Закон гнуть на свою сторону. Употреблять его в свою пользу. Перевешивать на свою сторону в пользу своих ближних. Второзаконие 16, 19, 20 говорится. Не извращай Закон. Не смотри на лица. И не бери даров. Ибо дары ослепляют глаза мудрых. И превращают дело правых. Правды, правды ищи. И слышать. Дабы ты был жив. И овладел землей. Которую Господь, Бог твой дает тебе. На небесах хочу прибавить. Подстраивать Закон под себя. Употреблять его в соответствии с выгодой для себя. Это и есть извращение Закона. Когда человек начинает судить о поступках ближних снисходительно. Он подкуплен любовью. А когда судит о своих поступках снисходительно. Он подкуплен собственным эгоизмом. В то же самое время он все это осуждает другому. Это неправедные суды. Это не может являться правдой Божьей. Суд Божий не взирает на лица. Святый Закон Божий. И святость Его Закона знаете в чем? Что Он Своего Сына не пожалел. Распял. Он был сын. Он был распят. Вместе с разбойником, потому что Он взял грех и вера. На нем была вера. Это справедливость Божия. Это справедливость Божия. Который взял грехи мира. Суд по милости. Это суд бескорыстной любви Божьей. То есть это суды Духом Божьим. Но они всегда справедливы. Невзирая на лица. Невзирая на лица. Невзирая на лица. Невзирая на лица. И Бог помазывает Духом Своим тех, кому позволяет судить. И тогда судят не они. Человек лучше не судит. Чтобы не судимы будете. Мы судим Дух Божий, который знает. Который знает правду. Нам говорится 1 Коринфян 11.31. Ибо если бы мы судили самих себя, то и были бы судимы. Тот, который знает суды Божьи, он начинает их с себя. Тот, кто помазал быть судьей, в первую очередь судит себя. Помните слова Павла, когда он сказал. Мне все равно, как вы обо мне судите. Я и сам о себе не сужу. Можно перевернуть эти слова и сказать. Как он жил. Сам себя не судил. И вы меня все равно, как судите. Можно изразить слова. Он сказал не так. Он сказал, что ему все равно, как судят люди. И даже если говорят, ты такой хороший. И говорят, ты не прав. Потому что он постоянно ходит пред судом Божиим. Постоянно. Он живет пред судом. Суд Божий в его сердце. Престол суда в его сердце. Вы знаете, это очень хороший пример. Когда судит уже не человек помазанник, а судит Дух Божий через человека. На человека вообще даже смотреть не надо. Это в Новом Завете. Как судили апостолы. Мы можем назвать это судами апостолов. Это не их суды. Хороший пример Анани и Сапфиры, который мы часто вспоминаем. Это ясный пример. Когда пришли с ложью к Петру. Что сказал Петр? Что сказал Петр? Давайте посмотрим. Диане 5.3.4 Петр сказал, Анани, для чего ты допустил сатане возложить в сердце твое мысль солгай мне? Духу свету. Петр сказал, Ананас, почему сатан чувствует твое сердце? Чтобы лечь к мне? Нет. К Господь. Понимаете? Он здесь вообще не придет. Петр не придет. Он просто создает суд, которому Дух Божий. Он просто произрекает суд и Бог. Вы думаете, Петр ожидал, что такое произойдет? Уверенно нет. Петр сам бы удивлял то, что сделал Дух Божий. Может быть, Петр бы по милости, по-человеческой. Вопрос от его друга. Но суды Божьи, когда это от человека не зависят, слишком справедливые. И проявилась правда Бога вот так. Посмотрите дальше. Когда захотел купить Симон, Дух Святого. Опять-таки, пророческое слово вышло из Петербурга. Я уверена, что это опять не плоть его сказала. Я уверена, что это не плоть его сказала. Я уверена, что это не плоть его сказала. Серебро твое, да будет погибешь с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе всем части жеребия, ибо сердце твое неправедно пред Богом. Дальше уже он сказал, как человек показ. И вот дальше был уже человечество. И может быть тебе Бог простит. Это не Петр ему сказал суд. Это Дух Божий через него сказал. А он сказал, пока сможет быть Бог простит. Мы можем увидеть Павел. Какие суды совершал Павел, а я скажу, не Павел. Очень честный. 1 Кор. 5.3.5 Как он говорит, я отсутствие тела, но присутствие у вас Духа уже решил, как бы находясь у вас. Сделавшее такое дело в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа. Смотрите, как он говорит, общее с моим Духом. То есть, его Дух согласен, но суды можно. Силою Господа нашего Иисуса Христа предать сатане во изнеможение плоти. Предал сатане человека. Если здесь такое случится, как он реагирует? Но Павел говорит, что это Дух его просто с этим соглашается. Представь Духа Божьего. Чтобы тот был спасен, в Дем Господа нашего Иисуса Христа. Еще один случай я вижу, когда Павел такой же суд. Он отличный, произносит. Это 1 Тимофей 1.18.20 И в ней Александр, которые богохульствовали. Он говорит, я предал сатане, чтобы они научились не богохульства. Моисею тоже приходилось иногда делать такие решения принимать. Судить и осуждать на смерть, вы знаете. Но это все не человеческий суд. Понимаете, когда Дух Бога через тебя судит. Судить это настолько ответственно, что разумный человек ищет судов Божьих. А свои судьи он боится и осуждает собственные суды. Не судите, да не судимы будете. Если хочет, пусть Дух Божий судит. Если хотите, пусть Дух Божий судит. Мера должна быть верной. Гири верными и весы должны быть верными. На весы кладите только правду Божию. Не собственной правды. Не свою любовь, не свои боли, не свои обиды. Боже вас убаси свое мнение. Свои амбиции. Бог говорит, это неправедные суды. Господь говорит, это неправедные суды. Господь говорит, это неправедные суды. Даже судить о самих себе человек должен вот этими гирями верными правдой Божьей. И если вы начнете так себя судить, мгновенно пропадет всякий интерес судить ближе. Понимаете, насколько мудро жить в помазании. Насколько мудро жить в кротости, в смирении. И предаться Богу. Только так можно познавать правду Божью, когда ты в Духе Его. Когда имеешь суды Божьи для себя. Когда этими судами ты видишь и других. Понимаете? Да, сказано. А разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы не достоины судить маловажные дела? Но Бог доверяет судить мир тем, в ком Он судит. Чтобы не погибнуть. Вместе с этим миром. Вы знаете, я хочу поделиться с вами одним стихотворением. Называется оно «Художники». Называется оно «Художники». Это называется «Артисты». «Художники». Рисуют нас чужие языки. Но мы не узнаем свои портреты. Их описания совсем не таковы. Какими видим мы себя при этом. Художники молюют для других. Употребляют столько ярких красок, что лучшие гримеры не смогли так живописно нас с тобой украсить. Им видно все, что совершили мы, что сделали и думали при этом. Все наши намерения, мечты, они определяют черным цветом. Кисть языка наш создает портрет. И помещает в галерею сплетен. Ценителей искусств отбоя нет. Свет совести в том зале не уместен. Тьма создает жут и теплоту, И атмосферу тления и забвения. Кто ищет в них любовь и доброту? Ни в ком не вызывает их сомнений. Портрет правдивый, истинно лицо. И краски обнажили, что сокрыто. С восторгом выкрунили мастерство, Как все искусно красками облито. Как много принимающих ушей, Которые рассказы слушать любят. Как много наблюдающих очей, Которые о нас так строго судят. Кисть языка рисует каждый день И создают портреты нас с тобой. Рисуют нынче все, кому не лень, Но в сущности глумятся над собой. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ